Здравствуйте! Вот такой важный вопрос. Когда с девушкой целуемся перед прелюдией, часто бывает такое, что еще до того, как снимаешь штаны, и уже произошла эякуляция в трусы, как быть? Но, к сожалению, здесь нет продолжения, я не вижу перед собой пациента, я не могу ему задать уточняющие вопросы. А хотелось бы спросить, а сразу после этого второй половой акт бывает? Если второй половой акт после эякуляции в трусы нормальный, то значит ничего страшного здесь нет. То есть, если это молодой человек, такой гиперактивный, гиперсексуальный, возбужденный, который редко видит свою девушку, потому что там они живут отдельно, учатся, и не имеют возможности видеться так часто, как хотелось бы, то на фоне вот этого перевозбуждения от воздержания первая эякуляция может действительно наступить очень быстро, а вторая и последующие, если таковые имеются, они, как правило, нормальные по длительности. Вот. Это нормально. То есть, еще раз, когда это нормально? Когда вы молоды, гиперактивны, не имеете сексуальных отношений столько, сколько вам хочется, встречаетесь редко, да, и так уж прям сильно возбуждены, и так уж прям сильно хочется вам секса, то быстро очень сильно кончаете. Первый раз. А второй раз, допустим, у вас подольше половой акт. Вот это нормально. Когда это не нормально? Если это у вас единственный половой акт. То есть, вы уже живете вместе, и половых отношений у вас столько, сколько вы хотите. Надо вам каждый день, вот вам каждый день. Надо вам два раза в день, вот вам два раза в день. И все равно и так пробовали, и так пробовали, и прелюдию сокращали до минимума, и что-нибудь еще там делали, значит, и все равно у вас настолько быстрый секс, что эякуляция наступает еще не когда вы не успеваете войти в девушку, когда вы еще не успеваете даже каких-то фрикционных движений сделать. Так быстро. То есть, это называется тогда синдром ускоренного семиизвержения. Вот если это так, если у вас вариант второй ваш, правильный, то тогда вам нужно будет обязательно сходить к урологу, исключить хронические воспалительные заболевания, такие как простатит и инфекции, передаваемые половым путем. Во-первых. Во-вторых, вы можете использовать, ну, например, анестезию. А сейчас пока! Субтитры сделал DimaTorzok